Индира Ибрагимовна, спасибо вам, что вы согласились ответить наши вопросы, потому что темы, на которые мы сегодня будем говорить, они действительно очень актуальны, очень злободневны и волнуют всех жителей Карачао-Черкесии без исключения. Итак, прежде чем мы начнем обсуждать вопросы, которые поступают от наших жителей, давайте напомним нашим зрителям задачи, которую выполняет страховая компания МАКС-М. Основными задачами страховой компании является обеспечение населения страховыми медицинскими полисами обязательного медицинского страхования, финансирование медицинской помощи, которую получают застрахованные граждане медицинским организациям, оказывающим эту медицинскую помощь, осуществление контроля за объемом, сроками и качеством предоставления медицинской помощи. Итак, наверное, одна из важнейших задач – это защита прав застрахованных в случае от некачественного оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях. Скажите, а что дает человеку полис обязательного медицинского страхования? На что он имеет право? На какие медицинские услуги? Спасибо за хороший вопрос. Обязательное медицинское страхование – это форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья. Обязательное медицинское страхование позволяет гарантировать гражданину бесплатное предоставление определенного набора медицинских услуг. В обязательное медицинское страхование входит бесплатное оказание медицинской помощи, такой как первичная медико-санитарная помощь, включающая в себя и профилактические осмотры, диспансеризацию, диспансерное наблюдение, скорая медицинская помощь, за исключением санитарно-авиационной скорой медицинской помощи, специализированная помощь по ряду заболеваний, таких как заболевания органов дыхания, пищеварения, системы кровообращения, нервная, эндокринная система, их так очень много. А также в обязательное медицинское страхование входит еще оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Кстати, очень отрадно отметить, что подесятить профилям высокотехнологичной медицинской помощи у нас оказывается помощь в республиканской больнице, на базе Карачао-Черкесской республиканской больницы. То есть нашим пациентам не обязательно выезжать за пределы республики. Также в обязательное медицинское страхование входит необходимая медицинская помощь, на данном этапе особенно, как медицинская реабилитация, которая может оказываться как в условиях дневного стационара, поликлинический или в условиях круглосуточного стационара, которая находится тоже на территории республики в городе Черкесске, это лечебно-реабилитационный центр. Эти правила распространяются абсолютно на всех жителей Карачао-Черкесии или только на тех, кто работает и платит страховые взносы. Распространяются ли эти условия на тех, кто, может быть, не работает по какой-то причине, на самозанятых людей? Или им не стоит рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание? Застрахованные лица – это от нуля и до бесконечности. Это все люди, которые находятся на территории Карачаевой Черкесской республики, с момента рождения человек может явиться застрахованным лицом. Дело в том, что у нас система так устроена, у нас здоровый платит за больного. То есть мы все делаем отчисления, и эти отчисления уже распределяются на все категории граждан. То есть человек даже, например, самозанятый, не работающий, он обладает такими же правами, как и работающий человек? Как работающий человек. Никакой разницы в категориях не осуществляется. Нет. Полис обязательного медицинского страхования действует на территории всей Российской Федерации, вне зависимости от того, где он был выдан. Но очень часто жители Карачаева и Черкесии сталкиваются с тем, что приезжая в другой регион и, обращаясь в лечебное учреждение за медицинской помощью, они сталкиваются с тем, что им в этой помощи отказывают. Законно ли это? И куда им надо обращаться в случае отказа? Конечно, это незаконно. Человек, который находится в другом регионе и обращается в медицинскую организацию, он должен получить медицинскую помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. К тому же, если у человека какая-то экстренная или неотложная помощь, ну, к примеру, образно, условно скажу, зубная боль, боли в сердце или высокая температура, то этому человеку помощь оказывается даже и при отсутствии полиса ОМС у этого человека на руках. Если же, обратившись в другом регионе, в медицинскую организацию, пациенту отказали в оказании медицинской помощи, он имеет право написать письменное заявление на имя руководителя данной медицинской организации. Если и это не помогло, тогда, конечно, пациенту лучше обратиться в свою страховую медицинскую организацию по номеру телефона, который у него указан на полисе обязательного медицинского страхования. Помогут? Помогут. И помогают. Индерия Берагимовна, Вы в своем ответе сказали, что вот вначале, что житель Карачаевой-Черкесии имеют право на скорую помощь, на доврачебную, на врачебную, на высокотехнологичную помощь в том числе. И да, я согласна с Вами, что в нашей Карачаевой-Черкесии за это время очень многое изменилось. И те операции, куда нас раньше посылали в Санкт-Петербург, в Москву, в Астрахань, в крупные такие центры, в Краснодаре, теперь их, слава Богу, выполняют и у нас в Карачаевой-Черкесии на базе нашей республиканской клинической больницы. Ну вот, что касается высокотехнологичной помощи, тут немножко есть проблемы, которые достаточно часто задают на вопросы и беспокоят наших жителей. Например, взять тоже самое МРТ, да, магнитно-резонансную томограмму. Это обследование стоит не одну тысячу, и очень часто бывает так, что врач имеет право послать человека на бесплатное прохождение этой услуги. Но тут же оговаривается, что ему придется заплатить за пленку или за диск, или, например, что бывает достаточно часто, аппарат вышел из строя. И поэтому больному пациенту предлагают пройти МРТ-обследование на базе какого-то диагностического коммерческого центра. Что по этому поводу говорит закон? Это правомерно, законно или нет? Дело в том, что МРТ-исследование проводится у нас, и компьютерная томография проводится у нас в большинстве лечебных учреждений. И если из строя вышел какой-то КТ-аппарат в каком-то медицинской организации, то пациенты по маршрутизации Министерства здравоохранения Карачаева Черкесской Республики перенаправляют этих пациентов в другую медицинскую организацию для того, чтобы они бесплатно проходили данные исследования. Дело в том, что у нас работает круглосуточный диспетчерский центр, который оказывает консультативную помощь и практическую помощь в случаях нарушения прав наших застрахованных. Но вот последние годы обращений на то, что направили на КТ-исследование и на МРТ-исследование по платным услугам у нас уже нету, потому что существует приказ по маршрутизации на данные дорогостоящие виды исследования, и все эти исследования проводятся бесплатно. Единственное, что МРТ-исследование может результат даваться на бумажном носителе, где будет просто протокол заключения данного исследования. Затем оно может выдаваться пациенту на пленке медицинской, рентген-пленке, или же на диске. Но так как на рентген-пленке будет не весь объем исследования, то, конечно, целесообразно для самого пациента, чтобы эти исследования предоставлялись ему на диске. В дальнейшем можно будет отслеживать динамику по данному исследованию. Поэтому диск не входит в изделие медицинского назначения, поэтому пациентам предлагается приобрести диск для того, чтобы ему в полном объеме скинуть все исследования по МРТ-обследованию. И все-таки МРТ, бывают такие случаи, бывают, и достаточно часто, когда предлагают им пройти все-таки в частном диагностическом центре. Что делать в таком случае? На поле СИОМС имеется наш телефон горячей исленией. Если возникают какие-то сомнения по правомерности оплаты за то или иное исследование. Мы вам рекомендуем обратиться в свою страховую медицинскую организацию, где будет решен положительно ваш вопрос. А вот что касается анализа, Вандира Ибрагимина, мы знаем, что в поликлинике, в больнице, например, даже тот анализ крови простой сделать вам бесплатно. А очень часто что-то более сложное, развернутое предлагают также пройти в каком-то коммерческом диагностическом центре. Это законно? Все те анализы, которые проводятся в наших медицинских организациях по направлению врача, должны осуществляться бесплатно. Существуют такие анализы редкие, которые в медицинских организациях не выполняются. Поэтому в последние годы в систему МЭС вошли частные лабораторные клиники, которые оказывают такую услугу бесплатно, тоже бесплатно. Поэтому я вам еще раз говорю, что если какие-то существуют предложения пациенту, поступают от врача, чтобы оплатил какой-то вид исследования, то лучше обратиться в страховую медицинскую организацию и уточнить, данное исследование возможно провести платно или бесплатно. Очень часто человек оказывается в такой ситуации, он лежит на лечении в больнице или в дневном стационаре, и ему предлагают не все, конечно, лекарственные препараты, но часть приобрести за свой счет. И изделия медицинского назначения, это капельницы, шприцы и так далее. Скажите, пожалуйста, что делать в таком случае человеку? Ведь, насколько я понимаю, медицинский полис, он покрывает все расходы медицинского учреждения на лечение пациента. Законно ли это? И что делать человеку? Куда ему обращаться? Согласно базовой и территориальной программе обязательного медицинского страхования, лекарственными препаратами пациенты, находящиеся в дневном стационаре или в круглосуточном стационаре, должны обеспечиваться бесплатно. Существует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которыми пациенты, находящиеся в стационарных условиях, должны обеспечиваться. В этот перечень входит более 5000 наименований. А, и еще изделия медицинского назначения, это капельницы разовые и разовые шприцы. Поэтому, по мере того, как поступает предложение лечащего врача, приобрести какой-либо лекарственный препарат, вы можете сразу обратиться в страховую компанию, или же, если вы уже приобрели эти лекарственные препараты или изделия медицинского назначения, сохраните чеки, кассовый чек, товарный чек, и после выписки из стационара с выписным эпикризом, с кассовыми товарными чеками, вы можете обратиться в страховую медицинскую организацию для решения вопроса о возмещении вами затраченных денежных средств. Скажите, а за время вашей работы, вашей практики, были такие случаи, когда жители звонили вам, жаловались и находили поддержку сотрудников Фунде МАКС-М? Да, у нас это неоднократно, у нас это чаще всего, когда возникают жалобы по платным каким-то медицинским услугам, это оказывается приобретение пациентов период стационарного лечения лекарственных препаратов. И, конечно же, в большинстве случаев медицинские организации идут навстречу застрахованным гражданам нашим, их пациентам, и возмещают затраченные ими денежные средства. Спасибо большое, Инди Раипрагимовна, за ваши ответы. Я думаю, что наши зрители сегодня услышали очень важную и полезную информацию.